всем привет моя замечательная дочь уже показывала одну из наших любимых пластинок вот эту david bowie heroes но мое знакомство с берлинской трилогии с этим альбомом slow с лоджером началось не с пластинок дэвида болви началось она вот с этой пластинки которая вышла тоже в 1977 году и похоже правда очень много общего есть в оформлении все правильно потому что здесь david bowie тоже присутствует david bowie продюсирует david bowie является соавтором всех практически песен но пластинка это не david bowie это и гиппоп всем вам известный наверняка и наверняка всеми вами любимый но он не может быть нелюбимым и гиппоп да айдиот или идиот идиот просто идет 1977 год записано в берлине и во франции давид bowie не в первый раз уже и не в последний надо сказать выручал своего приятеля джеймса остерберга или гиппопа карьера которого шла вот такими вот волнами из грязи в князи потом обратно в грязи потом в психиатрическую больницу потом можно сказать на вершину популярности ну а сейчас у него масса уже пластинок масса фильмов озвученных им ну озвученных как его музыка его песни звучат в не знаю в каком количестве картин и голливудских и европейских всяких разных всемирно известный музыкант его называют дедушкой панк-рока что абсолютно неверно потому что я чем дальше тем меньше люблю вообще определение панк-рок под это определение подпадает все что угодно уже и какой-нибудь of spring и шам 69 абсолютно разная музыка подается как панк-рок когда и гиппоп начинал свою карьеру термина панк-рок вообще не существовало но это была первая пластинка игги которую я услышал своей жизни и я думал что он играет и поет только такую музыку а музыка здесь удивительная и этот альбом входит в список любимейших моих альбомов из всей рок-музыки это уникальная действительно вещь ее можно сравнить с heroes потому что тот же самый берлин тот же самый давид болви то же самое настроение и гиппоп был вытащен из тяжелейшей своей болезни под названием наркозависимость давид болви его очистил привел в чувства помог написать ему песни как помог не давит болви их писала не писали их вместе потому что все написал и гиппоп давид болви просто помог оказал большую поддержку в аранжировках где-то в текстах где-то в музыке ну и собственно в полотне музыкальном которые здесь не похоже ни на один другой альбом и гиппоп а вот а мне тогда казалось что вся музыка у иги именно такая это чистый такой не знаю как сказать модернизм постмодернизм декаданс электроника урбанизм все что угодно но только не та музыка группы студжес дэстуджес которую играл гиппоп раньше и которую я до этого альбома еще не слышал то что было раньше и гиппопа тяжелые вязкие клавиши вау гитара играющая не так как принято в рок-н-ролле никаких блюзовых гамм никаких традиционных вот этих вот запилов пассажи длинных а такие фразы повторяющиеся висящие квакующие очень мрачные монотонные барабаны но монотонные настолько что не скучно это монотонность не скучно также как у группы кэн там вообще был бы увлекался в тот период времени краудроком и конечно много подчеркнул его крафтверк и у кэн и у массы других немецких коллективов в общем музыка с одной стороны это рок по-другому не скажешь с другой стороны это электроника декаданс как я уже говорил и абсолютно авангардизм но формате песен например песня чайна гел всем известная в основном наверное по версии дэвида болви который мне нравится меньше при всей любви к дэвиду болви она легкая танцевальная пространственная такая лирическая хотя тоже там мраку напускает несколько но у и гиппопа здесь это какой-то просто какой-то апокалипсис на фоне ну практически объяснение в любви но настолько мрачное настолько тяжелый финал и так поп здесь поет у него прорезался голос на альбоме идиот хотя голос у него был всегда но пел он по-другому он пел рок-н-ролль на пел более или менее похоже на то как поют все рок-н-ролльщики пытающиеся сделать что-то вроде the rolling stones я к этому подойду еще а здесь абсолютно другая подача демонический голос сильный мощный диапазон не очень широкий но так используется гиппопом так интонирует с такой актерской подачи по-хорошему без переигрывания system midnight с которого с которой начинается пластинка с небольшим дилеем голос как будто из преисподней он звучит нечеловеческий абсолютно как дэвид боуэй добился вот этого звука этого тембра голосового этого баланса чудесного просто барабаны сделаем голос делаем и все с этими клавишами вязкими тяжелыми с басом достаточно монотонным но тоже не скучным не грузящим с этой квакающие гитары страшный и все это звучит не рок-н-ролль на не отдельный такой рок-группой какой-то а сплошной такой пласт звуковой который надвигается на тебя и в нем вязнешь потому что он вязкий он тяжелый вязкий night clubing путешествие по ночному городу из одного клуба в другой и вот эти герои ночной жизни берлинской перемещаются и мы перемещаемся вместе с ними такой марш night clubing вы его кинжу-то и ничего хорошего впереди не ждет белые герцоги идут через темные улицы что их ждет неизвестно но они выучат новый танец обязательно в новом клубе об этом и поется фантайм время развлечений но на грани истерики просто хотя истерики здесь нет здесь очень все приземленно очень строго взрослые мужчины веселятся и что их ждет впереди как я уже сказал абсолютно никто не знает ничего хорошего точно baby колыбельная таких колыбельных лучше бы никогда не слышать никому нигде ни в каком состоянии ну и china girl знаменитая которая принесла и гиппопу и здесь денег и потом принесла денег когда у него был тяжелый период и финансовый и физиологический дэвид бою как раз записал эту песню и игги получил хороший гонорар doom doom boys как говорят это воспоминания периоде des toges ну я тогда не знал вообще существование des toges и в общем воспоминание такое о жизни хорошей которая пролетела ушла и ничего хорошего вокруг нет tiny girls и масс продакшн финальная пьеса которая начинается с механических вот этих крауд роковых звуков крауд роков ских звуков непонятно на чем сыгранных какие-то синтезаторы вероятно задействованы на звуки чудесным дэвид был мастером изобретения вот этих самых звуков брайан и на его научил и вот эти звуки они всю дорогу идут на тяжелом монотонном но нескучным рифе вот это большое мастерство делать монотонные рифы выстраивать из них такую цепочку так чтобы они не были скучными так чтобы они завораживали гипнотизировали и вот это масс продакшн в которой мы все существуем и и гиппоп и дэвид боу и и все мы это массовая продукция капиталистического общества лучше песни про это нет в природе чем масс продакшн но что он было с и гиппопом до этого вы все знаете две первых пластинки дэс тут же с дэс тут же ски и тот самый фанхаус да правильно называется или нет наверное да я забыл уже как даже название у меня это пластинки нет меня первый только студжес есть из этих двух я имею ввиду и это классика конечно того что потом стало называться панк-роком но после двух альбомов группа практически распалась потому что все участники коллектива за исключением остерберга за исключением попа кстати говоря впали в такие зависимости от различных препаратов что играть дальше было просто невозможно а и гиппоп оставался на плаву как ни странно после распада дэс тут же с но очень страдал и переживал что же такое на помощь ему пришел джеймс уильямсом который играл уже со студжес на концертах был вторым гитаристом на записи альбома присутствовал но не играл второго альбома я между присутствовал но не играла потом вошел в состав группы стал вторым гитаристом а вильямсом он как музыкант был сильнее всех дэс тут же дэс тут же вместе взятых сильнее братьев эштонов сильнее дэйва александра и сильнее даже наверное гиппопа хотя и гиппоп как вокалист один из главных наверно вокалистов рок-музыки на сегодняшний день он очень особенный очень самодостаточный самоценный но один из главных это точно совершенно джеймс вильямсон торчал в детстве на бич бойс на венчерс снимал эти гитарные партии и насобачился играть на гитаре очень даже здорово потом стал увлекаться музыкой the rolling stones и вместе с и гиппопом решили они в возобновить работу дэс тут же в 1972 году и возобновили причем братьев эштонов вильямсон тут же выгнал или предложил вернуть братьев эштонов ударные гитару соответственно но веришь он сказал нет эти наркоманы нам не нужны не будем однако искали искали они искали других музыкантов не нашли эштонов вернули все-таки но бас-гитарист в смысле гитарист эштон переключился на бас-гитару барабаны соответственно остались на месте и вышла вот эта пластинка raw power вот это совершенно адская запись спродюсировал и дэвид боу и который помог старому приятелю уже своему замечательному гиппопу вместе с вильямсоном и существует два микса эти пластинки изначально причем их было 21 микс сделал и гиппоп 2 дэвид боу и микс дэвида боу и на вот на этом переиздании здесь оба микса присутствовать им и попа и голы микс дэвида боу и считается прилизанным и прижатым когда я его послушал я подумал если это прилизано и прижато то что же такое сделал и гиппоп и при всей моей любви к и гиппопу к жеймсу к жеймсу остербергу микс дэвида боу и лучше там по крайней мере все слышно потому что у и гиппопа микс конечно куда более яростный но в ущерб уже всему остальному но однако пластинка прекрасная она настолько безумно и при этом настолько здорово сыграна что весь панк-рок который придет через пять лет еще через четыре даже если говорить о 76 годе да это 72 вышла пластинка в 73 записано в 72 весь панк-рок далеко-далеко находится вообще и и сейчас тоже все эти современные панк-рок группы в кавычках они не дать не дотянут никогда до роу-пауэр здесь есть все здесь есть и ритм и блюз роллинг-стоунзовский сыгранный так как надо как вы увидит джеймс уильямсон отличный гитарист с тяжелым режущим звуком с очень быстрой игрой с дикими рифами аккордами аля кит ричардс только только больше быстрее и громче и вокалы гиппопа конечно будь здоров как он тут поет орёт что он вытворяет это замечательно и вот эти вот тяжелые быстрые рок номера с приставкой панк можно сказать чередуются с около блюзовыми вещами которые начинаются с акустической гитары а потом уходит в такую космическую психоделию с гитарными вот этими штучками вильямсона что просто одно сплошное удовольствие raw power 1972 год вышла в 73 пластинка после чего было несколько концертов у группы один из них записан на альбоме металлик и к считается одним из самых громких самых невероятных диких и убивающих слушателя концертов я потом про него поговорю отдельно а сейчас пойду поставлю металлик и к смысле это самый raw power и идиота еще раз заодно выпью что-нибудь получил удовольствие как всегда от следующий раз поговорю вот об этой пластинке это тоже williamson и и гиппоп называется kill city очень странный альбом на самом деле просто какое-то чудо из чудес почему чудо потому что и гиппоп лечился в момент записи в психиатрической больнице williamson и группа записали всю музыку а и гиппоп убежал в психиатрической больнице записал вокал и вернулся обратно все я пошел пить пока спасибо